Здравствуйте, товарищи! Зовут меня Евгений. Я в партии чуть меньше года. За этот год успел съездить на комитет рабочих. Считаю, удачно несколько раз участвовал в раздаче газет, несколько раз пропустил по неважительной причине. С переменным успехом, как говорится. Я, честно говоря, восхищен, что такая партия есть в Ленинграде. Я образовался сам благодаря этой партии, смотрел видео на Ленру и на фонде рабочей академии, и вот стал тем, кем стал, пришел сюда, так сказать. Мне кажется, таких, как я, должен быть больше. Я закончил. Как дела на предприятии у вас? Ну, на предприятии у нас катастрофа, вкратце сказать. Автобусы чинятся очень плохо, очень плохое меняется на плохое. Скорее всего, пока не станет аварий с какими-то жертвами, ничего не поменяется. А так, конечно, воруют все ужасно. Я не боюсь-то говорить, это всем известно. Это где плохие автобусы? Тассажеты Транс. Первый парк. Конкретно про первый парк можно сказать. Это катастрофа. Ну, вот оно, в принципе, все. Рабочее движение у нас в парке, раз это мало. А сколько газет вы там отстраняете? Я как-то раз 10 оставил, 10 газет взял у вас и оставлял их на столе потихонечку около курилки, чтобы народ звучал. Не знаю, эффективно это или нет, лучше, чем ничего. Вы сегодня говорили, а повторить-то думаете? Конечно, конечно. Сегодня обязательно возьму немножко. А в союзе есть такой? В союзе есть, я в нем присутствую, плачу по взносу, иногда езжу с кондукторами и водителями некоторыми на всякие поездки за город. В союзе он больше для поездок. А председателю правкома не подходили с нашими газетами? Нет, не подходил. У вас в тему правкома есть, профактивисты? Есть, да. Это люди, которые получают какую-то зарплату дополнительную и, по-моему, они ничем не занимаются. А ков договору у вас есть? Коллективный договор есть, конечно, с ним дают ознакомиться, когда поступаете на работу, в отделе кадров. Я читал его, когда поступал, конечно. А когда он заканчивается? В этом году его перезаключали, в ноябре прошлого года перезаключали его. Ну это просто невероятно. На сколько он запрещен? На три года. А когда вы считаете, нужно начать работу по подготовке нового проекта коллективного договора? Через три года он заканчивается? Наверное, за год только закончится. Так вот нужно только начать или за год нужно уже иметь проект? Проект, наверное, надо иметь. А начать, наверное, сейчас? Значит, надо взять старую версию и посмотреть, что там. А может взять корт-договор тукеров и подумать, как на его основе сделать корт-договор? Какой-то гибрид уже получится. Не гибрид. Не получится гибрид. Надо сделать свой проект. Идея хорошая. Теперь только реализация. На работе реализовываю. Готовы? Взяться могу. А результат? А закончить? Результат призрачен. Мальцев Владимир Алексеевич. Я работаю на фабрике имени Самойлова «Красный Октябрь» обжарщиком пищевых продуктов. Ну, какая ситуация на сегодняшний день? Несмотря на то, что наш директор в последнее время принимает все более и более радикальные меры. Так, например, он на снятии мармелада, где стояло два человека раньше лотков, он еще увеличил норму сбора стеллажей. Он еще снял одного человека. И вот буквально месяц на снятии стоял один человек. На зефире он снял двух человек. А раньше на конце один человек сгребал зефир, а второй снимал. Теперь человек этот бегает один и снимает все лотки по линии. То есть интенсивность труда практически увеличилась. Но несмотря на это почему-то, я не знаю, я с многими рабочими беседовал. Иногда я оставляю газеты там, которые выпускаются у нас нечасто. Но все равно как бы среди рабочих нашей фабрики нет никакой активности и заинтересованности. Вот почему-то среди рабочих фабрики есть заинтересованность в том, чтобы побольше работать и якобы получить побольше. Но я с ними тоже здесь беседовал и показал, что дает им увеличение рабочего дня. Вот, например, стеллаж, который идет с печеньем коровка. При сборе этого стеллажа на линии стоят где-то человек 10. Стеллаж этот собирается буквально минут за 15-20. За смену где-то выходит 20-25 стеллажей. Каждый стеллаж, вот если оценить в магазине стоимость коробки, вернее упаковки этой коровки, она стоит приблизительно сейчас 85-100 рублей. То есть стеллаж это где-то 1 миллион. То есть за смену выпускается, ну берем 20 стеллажей. Это 20 миллионов. Если это идет сверхурочка, это еще будет 20 миллионов. То есть пойдет 40 миллионов, по сути дела. А работники, которые стоят на линии, от сверхурочки, от всего они получат, ну буквально гроши. Ну сколько они получат? 2-3 тысячи. Но все равно, я считаю, понимания среди рабочих, вот как бы нет, что нужно что-то менять. Они вот стремятся сверхурочить, но не что-то менять. А вы не рабочие, что ли, если? Я рабочий, но я не сверхурочу. И, кстати, за это получаю порицание. А вы среди рабочих или нет? Среди рабочих. Я говорю, что среди рабочих нет понимания. Нет понимания пока что, потому что, а? Умный. Но вы среди рабочих, нелогично. Ну как? Ну как, вы среди рабочих, у вас есть понимание. А вы говорите, что среди рабочих нет понимания. Ну, если я только один пока что, пытаюсь объяснить что-то, но все равно они говорят, что я говорю... – С большого ручейка начинается река. – Думаете, Михаил Васильевич? – Вы говорили, что пешка газета выходит. А вот сколько раз она за год выходит? – Ну, раза два она выходит, три. Народная правда. – А рабочее дело выходит? – За рабочее дело выходит почаще. – Вы ее тоже раздаваете? – Да, оставляю. – Вот, судя, большую работу выходит. – А в руки раздавать, если? – В руки раздавать, ну, я говорю вам, какая реакция. Тем более профсоюз там является профсоюзом директора. Я смотрел их коллективный трудовой договор. Там все как бы общие фразы, но ничего конкретного нет. Только общие фразы надерганы и все. Вот весь трудовой договор. Вернее, коллективный договор. – А сколько человек у вас на предприятии? – На предприятии где-то 300-350 человек. Вот, а грузчикам директор, они как-то отказались, грузчики, значит, сверхурочить, но дополнительно разгружать машины с сахаром, с продуктами для сырье, для производства, для кондитерского производства. Он сказал, я вам сделаю ненормированный рабочий день, рабочим. Ну, там часть рабочих ушло, а часть все равно рабочих осталась. Сейчас они работают на ненормированном рабочем дне. – А имеют ли право рабочих делать? – Нармированные дни имеют. – Ну, имеют ли право вообще работать, набирать сверхурочные более 160 часов? – А статью? – А что статья? – А что статья? – Напишите в газету «Рабочие дела» и будет опубликовано. – Хорошо, хорошо, будет опубликовано. Но факт сам в том, что рабочие сами заинтересованы работать больше 8 часов. – Что вы мне говорите? – А у них есть противоположные интересы у одного человека? Противоположные интересы есть? – Противоположные интересы есть, я думаю. – Если они заинтересованы со ссылкой зрения коренных интересов, или с точки зрения этих побочей? – Они считают, что если они будут больше работать и больше получать, это соответствует их коренным интересам. – А заинтересованные они касаются сокращения рабочих отношений? Но при сохранении заработной платы, а такого пока что нет. У нас везде так и стоит вопрос, при сохранении заработной платы. Но у нас-то на фабрике пока что такого нет. А не будет? Не будет пока. Размер заработной платы. Размер заработной платы, он разный. Тысяч 15 у одних, у других тысяч 18, у третьих может быть 20-25. А у генерального директора? А у генерального директора он каждый 2 месяца ездит в Израиль. К маме своей. Ну, у него полпу... Не понял. От здоровья мамы? Ну, не знаю, если он каждый. Но здоровье у Игоря Яковлевича стало немножко шалить. Раньше он весил 150 килограмм, сейчас он весит 90. Что-то с ним не в порядке со здоровьем. А получает он где-то полмиллиона. Но сейчас на фабрике произошла недосдача сырья. И, естественно, рабочие фабрики получали значительно меньше. Потому что нужно покрыть недосдачу сырья. А куда делались, как говорил бывший прокурор нашего города, Владимир Иванович Еременко, в быт на сего, он мой бывший руководитель. Куда делались 32 миллиона, я не знаю. Но их точно совершенно никто не воровал. Спасибо. Пожалуйста. Корольков Евгений Александрович, слесарь-сборщик радиоэлектральной аппаратуры, НИИ «Вектор». Предприятие, ну, государственное. Поэтому рабочие получают много. Моя последняя зарплата 70 тысяч. Сколько? Да, так что развернуть борьбу за интересы рабочих как-то тяжело. А в Новобиоле на 30 миллионов в месяц? Да. Но не рабочие? Да, но не рабочие. А как эта сумма 70 тысяч соотносится стоимостью рабочей силы? Все. Вот вы считаете, что это приличная зарплата? Приличная, конечно. А вот если бы у вас дети есть? Да, конечно. Двое. Двое. Ну, конечно, не хватает. Жена работает, да. Конечно, не хватает, но... Ну, ведь все ж таки. А вы знаете, какая стоимость рабочих? Вот чтоб нормально люди жили. Около 200. Все равно не будет. Может, будет. Это какого-то... Сейчас даже не хватает. Это вы, жена? А, ясно. А с другой стороны, это как бы добиться этого так просто, вот уговорить кого-то платить. Ну, в данном случае у нас. Ну, кого уговорим? Соответствующее министерство? Нет, конечно, не получится. Уговора никак. Я был оттуда уволен в 2011 году. Тоже много спорил. В одиночку спорят общение. Можно... Не рекомендуется. Да. Ну, молодцы. Вы больше получаете, чем уважаемые наши профессора. А профсоюз есть у вас? Профсоюз есть. Ну, профсоюз это... Как бы... Ну, администрации там... Уважаемые... Пробудет. А профсоюз не пробовали носить газеты? Нет, не пробовал. А у вас сейчас газеты лежат. А сколько вы планируете газеты на предприятиях? Ну, в прошлый раз 20 взял, в общем, раздал. Люди почитали. Хорошо говорят. Идеи здоровых. Да. Ну, вот как бы это... А сейчас-то 40, наверное, надо взять тогда? 40. Ну, так у нас основная масса людей-то научно-исследовательский институт. Это инженеры-исследователи, там, всякие конструкторы, а все. А рабочих нас всего лишь только там, ну, человек, наверное, 30-40-50. В рабочих классе 20 всего лишь человек. И основная масса, в общем, в возрасте люди рабочие. Молодых мало. Поэтому... Молодые не помнят, кто был Советский Союз. Ну, вот устраняю пробел. Рассказываю, как было на производстве при Советском Союзе. А колдуговор есть? Колдуговор есть, да. Колдуговор есть. А когда он кончается? Я не знаю. А в случае улучшения, сколько вы по золотому парашюту получите? Вот был у нас, значит, осенью был такой, значит, акция такая. Очень люди получили, ну, по 100 тысяч. Да, грубо говоря, это полторы зарплаты. Ну, октябрь, да, сентябрь. Нет, в коллективном договоре написано 4 месячных, 3, как бы, по 200, и 4, как бы, 4 месяц, средняя оплата, ну, вот, от предприятия. Так у вас тоже сокращение, да? Ну, как деньги бюджетные заканчиваются в институтах. А платить денег нет, значит, выставится, это, вот, собираются люди, которые намечены будущие жертвы. Им говорят, ну, либо продолжайте работать без премии. Там наша часть состоит, это маленькая зарплата, остальные премии из фонда экономии, заработной платы и этих коммерческих договоров. Вот, предприятия не могут вам платить. Все, значит, хотите работать за 21 тысячу? Пожалуйста, работайте. Это недостаточное знание. Во-первых, если сокращение, то нужно предупреждать за 32 месяца. Они не сокращают? Они не сокращают. Они беседуют. Беседуют. Это можно? Это вот так вот, что, значит, не принуждаем. Ну, вот такие будут условия дальше. Договора ведь индивидуальные. Вот заключается трудовой договор в каждом. Это уж не общий, не на всех распространяется. А каждый индивидуально. Вот изменяются такие условия. Нет, но даже согласно оборонному предприятию, если есть у вас ПНПРовский профсоюз, у вас, кроме коллективного договора, есть еще отраслевое соглашение, которое, как бы, плюсами к трудовому законодательству предусматривает какую-то защиту прав трудящихся. Нет, этого не слышал. Вы уж сами сказали, у вас оборонное предприятие, собственник государства, то наверняка и... Ну, мне неизвестно, может быть, и есть. Но я не интересовался. Нет. Красавку нет. Нет. Министерство обороны. Есть еще вопросы, товарищ? Спасибо. Горбушкин Сергей Александрович, город Электросталь, Московская организация. Я электромонтер, работаю в предприятии ПАО ФСКС, филиал московский его. Но вначале я хочу рассказать о нашей ФСК, да, федеральной сетевой компании единой энергетической системы. Вначале хотел сказать о нашей партийной работе в городе. У нас город промышленный, есть ряд крупных промышленных предприятий серьезных, завод машиностроительный, выпускающий топливо для атомных электростанций. Численность там работников 5000 человек, раздавали там газеты, пока никаких откликов нет, но уже два раза там, два выпуска за рабочее дело раздавали, раздали прилично там, по две пачки газет. Вот металлургический завод Электросталь, там чуть поменьше, 4000 человек, там пока не раздавали, потому что у нас один товарищ в партии, он там работает и пока не хочет там светиться, чтобы все знали его деятельности партийной. Также у нас есть химико-механический завод, но там численность предприятия до 1000 человек, и его собираются закрывать, хотя он выполняет оборонные заказы, но положение там очень плохое. Хотя там есть коллективный договор, но по существу в этом коллективном договоре никаких положительных моментов для работников предприятий нет. Есть у нас завод тяжелого машиностроения, который выпускал прокатные станы, различные другие станы, подшипники жидкостного трения для этих станов. Там сейчас тоже ситуация не очень радужная, там тоже где-то до 1000 человек работает, больше половины территории там сдано в аренду. Цеха старые разбираются, и там частные предприятия нашего города, они там собираются строить какой-то технопарк, ну, для, скорее всего, иностранных предприятий. А сам завод, по информации работников, там вроде еще делают прокатные станы, но в интернете такой информации нет, и в интернете есть только информация, что они ремонтируют. То есть это еще нужно уточнять, но, по-моему, изготовлением средств производств завод перестал заниматься. И вот мы там тоже раздавали газеты, газеты там охотно берут, тоже пока никакого отклика не было. Но вот контингент рабочих, который шел через проходную, там много уже рабочих других национальностей идет через проходную. То есть есть зарплаты там достаточно низкие, вот на электросельском, химико-механическом заводе очень низкие зарплаты. И вот на заводе тяжелого машиностроения тоже достаточно низкие зарплаты. Ну, на машиностроительном заводе... Ну, на химико-механическом заводе там 8, 9, 15 тысяч. То есть такие зарплаты на заводе тяжелого машиностроения, там, может быть, чуть-чуть больше, ну, там 15, 17, 20, это очень хорошая зарплата. Минимальную оплату труда сколько сейчас? На минимальную оплату труда сейчас, насколько я знаю, повысили сейчас 11 с чем-то тысяч. Что повысили получать? Что повысили сейчас? Повысили, что по майке? Мы же говорим, что текущий момент. Майский зарплат еще не получили, не получили еще майский зарплат. И, в общем, все не осталось получили. Ну, так вот, ну, работу будем в самом городе продолжать, рабочих искать. Вот, конкретно вот наше предприятие, оно наполовину, больше половины принадлежит государству, это монополия, занимается обслуживанием подстанций и электрических или электропередач сверхвысокого напряжения, 220 кВт выше, ну, по всей России, но, естественно, это все разбито на филиалы. Вот у нас Москва, Московская область, московский филиал, московское предприятие. Над нами еще, получается, три организации вышестоящих, то есть, как бы, наша главная организация, филиалом которой мы являемся, потом само ФСК и ЕС, это еще вышестоящая организация. И вот, пару лет назад была создана еще вышестоящая организация, Пауэроссети, которая еще объединяет с бытовыми компаниями под подстанцией 110 кВт и ниже. Вот. Зарплата у нас на предприятии, в принципе, хорошая и выше, чем в среднем по городу. Ну и вообще, люди стремятся идти на наши предприятия, хотя вот... Ну вот, я дежурный электромонтер, у нас зарплата где-то в среднем 55 тысяч. Каждый слесаря, который у нас работают, непосредственно ремонтом занимаются, у них где-то около 50-45 тысяч, начальник подстанции где-то 80-90 получается. Сколько там человек-то возникает? Ну, вот, московское предприятие где-то около тысячи человек всего. Членов партии. А, членов партии? Ну, на предприятии на нашем только я. А в электростале всего? А в электростале трое. То есть вы можете подписывать секретарь парткома? Рабочий партком. Три человека? Ну да, три человека. Я не рабочий. В принципе, уже можно обидеть нас. Я не рабочий, да. Но мы... Они боятся грязни, а... Ну, мы над этим работаем. Третий, третий член партии, он недавно вступил. Ну, не работает, но вот, звень живущая. Сколько газет распространяется на предприятии? Ну, вот последние два выпуска мы распространяли... Две пачки. Да, две пачки. Так на вашем предприятии? Нет, не на нашем предприятии, а вот в городе. А на предприятии сколько? На нашем предприятии, но у нас такая структура предприятия, что она достаточно децентрализована. То есть... Тысяча человек ни в одном месте. Нет, ни в одном месте. Офис находится в Москве, где... Ну, офис еще не надо. Да, да, да. А сами подразделения, то есть это электрические подстанции, они разбросаны по всей Московской области и Москве. Там их где-то 3-4 десятка подстанций, и то есть общение как такового между коллегами с других подстанций, только какие-то собрания, которые проходят, но это и то в районе, то есть несколько подстанций в районе находятся, и собрания перед осенне-зимним периодом, перед ремонтной кампанией проводятся. Ну, это буквально пару раз в год. Не тогда все... На собрании, да, можно взять газеты, но это вот пару раз в год. А с вами, Буковых, сколько работают тут в вашей подстанции? А вот на нашей подстанции, ну, рабочих именно человек 9. Да, а всего сколько? Всего сколько рабочих? С ТРами. Ну, вот... На подстанции. Ну, на подстанции ИТР один начальник, а рабочих 9 всего. Ну, это вот на нашей. И вся подстанция. И вся подстанция, да. На подстанциях класса выше 500 кВ, там начальник зам его, и там бригада рабочих побольше, и дежурных там двое сменено. Там рабочих уже, да, человек 20, наверное, и два ИТРа. Да, и вот из всего предприятия, из тысяч человек, я точно пока не считал, так примерно прикидывал. То есть рабочих, там примерно поровну получается, рабочих и нерабочих, офисных работников. У нас на предприятии два раза в год проходит индексация, хотя уровень индексации в последнее время стали постоянно менять, насколько эту индексацию проводить. То есть в том году у нас это был какой-то процент, который как-то хитро высчитывался, от какой-то ставки зависел. В этом году у нас поменяли индексацию, будет устанавливаться решением правления. А почему вы решили, что это была индексация, если вы даже не знаете того процента, как он учитывался? Вы назвали индексацию. Так они все так визуально. Так было озвучено. Не надо вестись на это. Ну, это приказ по предприятию. Видно, есть какой-то из головы? Изменения. Я точную формулировку просто не помню, там написано было. Но сейчас этот процент индексации устанавливается правлением, будет устанавливаться. Процент индексации устанавливается величиной индексации. А все остальное не индексация зарплаты. Вот вам, да, на величину инфляции эти повысили, то 4% индексация, 4%, значит, 3,5% это не индексация. Это просто повысили на уровень меньше, чем индексация. Чем величина инфляции. Чем величина инфляции. Но это меньше, чем должна быть индексация. Ну да, но там так называется, но по сути, да, это не индексация. Это карманно называется. Ну и эта индексация, она так называемая индексация, оклады у нас не очень большие, вот у нас оклад 15 тысяч, а все остальное это премии. И вот, например, премия была у нас 3 года назад 108%, а ее взяли, уменьшили до 100%. И вот несколько лет этой так называемой индексации, получается, реальное содержание никак не повысилось. Хотя нам говорят, что два раза в год вам повышают, но реальное содержание на самом деле уменьшается. Ну и, конечно, как сейчас везде на капиталистических предприятиях, очень много противоречий. Вот у нас было собрание, главный инженер в начале собрания, он сказал, что руководство считает, что слишком много людей работает на предприятии. И ссылается на другие предприятия, вот южные области, там другое предприятие, и там людей не хватает. В общем, там мало людей работает, в лабораториях, на подстанциях мало людей. А руководство говорит, ну вот же предприятие работает, а людей мало. А у вас в московском предприятии в 3 раза больше людей, так значит можно в 3 раза сократить. И вы тоже уже будете работать, да, все же нормально будет. А сверхурочные есть у вас? Ну у нас, да, вот со сверхурочными очень интересно у нас. Но у нас суммирно учет рабочего времени за год у дежурных, мы работаем посменно. И, ну, естественно, у нас возникает переработка к концу года. А учетный период у вас год? Учетный период год. Вот, и вот в этом году вышел такой приказ, что переработку это необходимо убрать. То есть, а каким образом убрать? Нет, начальник подстанции, у него уже не нормированный рабочий день, и обязали начальников подстанции выходить в какие-то дни, где не очень много работы, вместо дежурных, то есть работать за себя и за дежурного. Таким образом, переработку у дежурных убирать, то есть ее чтобы вообще не было. Начальники могут даже с работы пусть не уходить. Но для нас, для нас, как дежурных, это неплохо. То есть у нас переработка уменьшается, к тому же она оплачивается по средней зарплате, ну, по окладу, оклад-то у нас маленький, то есть переработку... Переработку платят не больше, чем за основную? Да-да-да, а меньше, чем за основную. А по закону сколько должны давать? За переработку, ну, в двойном размере. Первые 2 часа в полуторном, а остальные в двойном. Но поскольку считается оклад, а оклад маленький... Ни оклада зарплаты, ничего подобного в законе, ни о каком окладе речи нету. Зарплата там, пусть не придумывают. Ну, в общем, как-то так получается, что... Так вот получается, если не знают закон, то понятно... То есть у вас просто берут нами, да, и все, а вы отдаёте. Ну да, да, но вот вышел такой приказ, что переработку необходимо уменьшить, и начальники подсанкции будут это уменьшать. У них уже не прекратить допрос. А колл-договор, последний вопрос, колл-договор? Колл-договора нет у нас. Нету? Надо писать. Вот. Спасибо. Наш видеоканал, я вот уже в прошлом году на съезде выступал, он всё-таки такой во многом... Его наполнение за счёт деятельности профессоров, кандидатов и докторов наук. А вот я обращался на прошлом съезде, чтобы присылали материалы от рабочих, сами рабочие бы. Ну, и причём эта проблема, она существует не только у видеоканала, она существует и у газет. Может быть, не у всех. Вот Иван Михайлович сказал, что у него там, в общем-то, есть материалы для газет. И специфика газет, там, в общем, да, наполнение с РКР. Но, допустим, товарищ Лещук сказал, что у него эта проблема очень серьёзно стоит, что отсутствуют материалы от рабочих. От профессоров вот такого дефицита, наверное, можно сказать, что и нету. Надо делать профессор, чтобы партию в России. Вот. А у нас рабочие, и нужны материалы от рабочих. Так вот, каждый член партии, а особенно сами рабочие, должны такие материалы поставлять в газеты и вот для видеоканала. За этот год, за последний, все видеоролики на канале были сделаны Ленинградской организации, за исключением одного. Это Роман Вишняков прислал выступление товарища Золотова. Вот. Ему спасибо большое. Но опять, это профессор, а где рабочие? Вот у нас даже университет рабочих корреспондентов называется. Почему он называется? Мы готовим рабочих корреспондентов, которые должны предоставлять эти материалы от рабочих, про жизнь рабочих, про работу рабочих. И задача стоит, чтобы рабочие видели, что эти средства массовой информации партийные вот наши, что это их рабочие, газеты, видеоканал, сайты. Естественно, это вопрос не только к самим рабочим и к интеллигентам тоже. Но рабочие, вот, вы работаете на вашем предприятии, вы знаете ситуацию, вы знаете там, с кем можно поговорить, взять интервью. Не хочет человек на видео сниматься, ну, текст напишите в газету, отдайте. Рабочий потом, он же, представляете, сейчас для него это, вот вы ему раздаете газету, ну, какая-то газета, какие-то профессора там, какая-то конференция там была. Ну, говорят, что вроде мне интересно должно быть, ну, не знаю, профессора. А представляете, когда в этой газете, вот он, о, фотография его, и он пропечатан в газете. Так это же моя газета теперь. Совсем другое отношение. То же самое и видеоканал. Видеоканал то же самое. Если рабочие будут видеть себя, вот, ролик со мной вышел, так это мой видеоканал теперь. Рабочие должны писать о своих предприятиях. Вы работаете на предприятии, знаете все проблемы, знаете товарищей, которые могут вам интервью дать. Все это нужно в текст переводить. Товарищ Ленин, а был ли такой случай, когда к вам пришел рабочий записаться, а вы бы его не записали? Не было. Я не отказываюсь. Я сам ищу и, в общем, нахожу рабочих и записываю интервью, беру. Так. Ну, пока это в основном РКР. Ну, у меня руки не доходят больше. Ну, вот на РКР, на съездах и собраниях я беру интервью. Вот, причем эта проблема, она же не только у нас. Вот Ленин газету «Искру», например, раздавал, и не только, и после другие газеты. У них же эта проблема тоже стояла. Вот он прям в письмах писал, что почему нет корреспонденции. Там даже ругался с питерцами, что позорно долго нет от вас корреспонденции. Вот. Крупская сама искала людей, кто мог бы быть рабочим корреспондентом для «Искры». Ленин искал постоянно, и сами они были, постоянно опрашивали людей, и постоянно давали материалы. Бабушкин там вот был видный деятель. Он тоже, он не только сам прекрасные статьи писал, и даже, не то что статьи, а там целое приложение, его брошюра целая была, вышла как приложение к «Искре». Это «Рабочий» Иванов Вознесенский от «Качах» писал, и не только о них. А в «Народной правде» раза «Рабочие» активно не выступают? Нет. Ну, там материалы с РКР, ну, у нас есть другие газеты. Если в «Народную правду» не влезет материал, в другие газеты, и потом в видеоканал. Вот. В связи с этим я предложил пункт к постановлению съезда, который вот, собственно, по этому вопросу, но я думаю, потом Кирилл Валерьевич озвучит этот пункт. Единственное, вот там в начале слово «рекомендует», я не знаю, нужно ли тут решиться слово «обязать» использовать, но, в общем, где-то это «рекомендует», нужно читать как «обязать». Вот. Спасибо. Получилось задание, да? Дорогие товарищи, у всех у нас на руках проект постановления, который уже обсуждали, читали, издали предложение. Я хочу еще раз акцентировать наше общее внимание, что в этом постановлении, во-первых, подведены итоги отчетного года, проблемы нашей партии, достижения, и вот стратегическая линия, куда идти вперед. И совершенно понятно, что вот то, что здесь написано, это не товарищ Ирковш, взял как-то там в один прекрасный вечер, посмотрел на потолок, там, в окно, на пол, написал. Здесь вот отражены наши проблемы. Вот достижения замечательные, я полностью здесь согласен. У нас в теоретической области, в идеологической. Идем вперед. И природ членов партии тоже. Но проблема главная отражена на второй страничке. То есть вот эти достижения, и рост членов партии, он пока мягко отражена. Должным образом не выливается в задачу организатора рабочего движения. Поэтому, переходя от постановляющей части, там вот первые три пункта, ключевые, на мой взгляд, они совершенно правильные. Но я, как всегда, пытаюсь вот смотреть немножко вперед, когда мы разъедемся с замечательного нашего съезда, вернемся в свои города, в свои организации. А что будем дальше делать? Я пока, вот сказать, в порядке обсуждения, думаю, что вот эти пункты, например, членам партии участвовать в создании и работе профсоюзных организаций. Замечательный пункт. А как вот его реализовывать? Поэтому мы сразу забегаем вперед. Когда мы вернемся домой, во всех организациях провести, прямо вот в конце июня, собрание, на которых рассмотреть вопрос, а как вот конкретно реализовывать вот эти замечательные наши задачи. Потому что об этом говорил товарищ Тюлениев, и он уже предложил, как на своем участке, что делать. Да, специально, да. Потому что бывают у нас такие случаи, ну, нередко, к сожалению, когда замечательное наше решение, они несколько уходят в песок, так сказать. Пропадают. Так вот, я думаю, что может не стоит, сказать, отдельно писать пунктам, партийным организациям, провести собрание, наметить конкретные шаги. А конкретные шаги, как я понимаю, а вот есть в таком-то городе такое предприятие, да, есть на профсоюз, или есть группа активистов рабочих, которые там так интересуются проблематиками. Вот как с ними организовывать эту работу на предприятии, какими силами, кто будет делать, каким путем. Потому что без этого, повторяю, вот что-то сделаем, а многочастью идет песок. На этом я хочу закончить, ну, отреагировать на живую дискуссию, которая идет в зале, и вопросы, дорогие товарищи, могу сказать, что напомнить, что заработная плата генерального директора, собственника, не является основным источником его дохода. Поэтому здесь совершенно бесполезно сравнивать зарплату рабочих и генеральных директоров. У собственников основная часть их доходов – это прибыли, которые они получают. Если вы посмотрите статистику, по всей России это триллионы рублей. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Танеглас Татьяна Владимировна, зал СМУ-2, Ленинград. Вот. Ну что, работаю я по-прежнему в СМУ-2. По договору сейчас так получилось. Ну, как у нас дела обстоят в организации? У нас стабильность полная. Таджики только меняются. Были нормальные. Сейчас приехали такие, которые по-русски практически не говорят. Качество работ, конечно, от этого не улучшилось. Начальство вводит новую технику. Вот. Красим уже. С помощью компрессора два таджика красят. Нам не дают, наверное, не доверяют. Коллектив сокращается. Русский коллектив сокращается. Потому что идет замена рабочего класса рабочим классом. Нерусским. Работать приходится с таджиками. Ну, вначале я давала газету таджикам, тем, кто читал по-русски. Сейчас, правда, стало сложнее, потому что многие просто не читают. И некогда им читать, и не умеют они. Вот. А что касается русских рабочих, то происходит старение рабочего класса. И многие уходят на пенсию. Молодежи практически нет. Что делать? Насущный вопрос, что делать? Много подрядных организаций. По три-четыре человека приходят из других организаций, берут работу, делают, уходят. Что делать? Я не знаю, в интернете может связываться друг с другом. Вот единственное, что так связи практически людей нет друг с другом. Вот был у нас один сварщик, сейчас его получил, инфаркт вообще нет. Считаю, что значительную часть работы надо все-таки проводить в интернете. Потому что хотя бы общаться там друг с другом. Я вот когда готовила доклад, там многие рабочие пишут в интернет, друг с другом общаются там. А вот у нас на работе то-то и то-то. Другой пишет. А у вас надо, профсоюз есть? Нет, нету профсоюз. Ну тогда, ребята, вам труба. Вот такое дело. Не везде возможно вести работу вот так, напрямую. Коллектив разбросан по разным площадкам и собрать его воедино. Я даже не знаю, сколько у нас человек сейчас. Просто не знаю. Так как я уже не молодой член нашей партии и кое-что уже прошло, а прошел я довольно-таки немало. Прошел в свое время и забастовку по процедуре, по адвоке забастовывающей мэрби полностью. Прошел и другие трудовые споры. Я работала в комиссиях по заключению коллективного договора в разных, тоже в разных организациях. И знаю, что это такое. Понимаю, что такое коллективный договор. На основании коллективного договора я имею понятие, что это такое тростливое тарифное соглашение, которое не может быть в коллективном договоре хуже, чем в тростливое соглашении. А в некоторых организациях так случается от тростливое соглашение лучше, а принимается коллективного договора хуже, и никто об этом не знает. И моя задача как членам партии, владеющим некоторыми данными и знаниями в этом вопросе, первая задача это объяснять рабочим, что такое коллективный договор, что такое трудовой кодекс и все остальное. Для этого проводится мною, я считаю, определенная работа. С администрацией я имею отношение нормальные на равных условиях, то есть я себя не ставлю ниже их. И поэтому мои отношения с коллективом, то есть с рабочими, довольно-таки открытые, много разговаривают на другие разные темы, там что-то о чем-то я не допускаю, я перевожу любую тему на те темы, что хочет рабочий. Когда на эти разговоры я перевожу, не все пытаются разговаривать со мной, а просто ходят, это понятно, это понятно, и потихонечку сваливают. Прямым словом, да. Весь разговор. По моим задачам партии я поставлю передо мной, буду выполнять, поскольку я, насколько хватит. Газеты я распространяю на трех предприятиях, успеваю еще до работы добежать. Ну, технология у меня своя, может быть, кому-то она понравится, я здесь убежал, я срежу воду, можно не бежать ни с трибуны. Вот. Ну, три пачки. Я же сам. Конечно, с возрастом немножко ножки не так быстро бегают, но успеваю. Ну, и что еще сказать? Я, в общем, в основном, все сказал. Колдогу рассказал, авторшивой рассказал. Мне предложили минальцию. Работу в основном в профсоюзе. Это не значит, что я могу там всех сломать. А рабочими, то есть я по своей инициативе выдвинулся в свое время кандидатуру на право-группорга. Был ТР, я встал, и вот до сих пор поколение спихнули. Не надо такие слова, конечно, говорить, спихнули. А просто пока имею возможность быть. На тему охраны труда тоже не сразу подведешь, и я могу, и сам подведешь людей. Но хотелось, чтобы было совместное действие. Ну, и знаю, что после совместных действий, должен быть совместный, должен быть какой-то результат. То есть организация, то есть она должна крепнуть после этих действий. Вот моя основная задача, чтобы организация крепла. А пока она еще недостаточно. Крепла, крепла. Есть только я сам. Все. Мордовин Валерий, конструктор, а также являюсь членом комитета Рабочей партии, Ленинградской организации Рабочей партии России. Основная моя деятельность – это организация работы Красного университета. Естественно, не только я организую, товарищ Пронин, товарищ Визьмин помогает очень сильно нам организовать работу. Ну, я могу только отчитаться по работе Красного университета. В этом году мы записывали 555 человек в Красный университет. Закончили в этом году 88 человек. Если посчитать предыдущие пять лет, то за шестой год мы выпустили больше, чем за те пять лет, которые до этого работал Красный университет. То ли еще будет, уже даже страшно подумать, потому что нагрузка на преподавателей такая, что особенно первый семестр приходило до 150-170 работ, которые должен был преподаватель проверить. Вот. Будем смотреть в этом году, может быть, как-то будем менять формат преподавателей. То есть, скорее всего, на проверку работ надо будет привлекать еще дополнительно одного преподавателя. А? Аформатирование, да. Да, да, да. Сжатие. Либо сжатие работ, либо увеличение преподавателей. Как отказывать преподавателей? Запись в Красный университет официально еще как бы не началась. Ну, товарищи уже активно пишут. На ответ, что запись начинается в июле, не обращают. Просят записать. Ну, я сначала не записывал, крепился, но уже вот два дня назад, думаю, буду записывать. Сейчас уже 10 человек записал, письма приходят, буду продолжать записывать. Надеюсь, в начало учебного года у нас будет достаточно количество слушателей. На тысячу я боюсь, у нас просто система СДУ уже не потянет. Также в этом году товарищ Кузьмин нам помог организовать онлайн-передачи. И не только Красного университета, но и Кружка диалектики. Поэтому все желающие могут смотреть не только в записи, но и онлайн. При этом можно участвовать, задавая вопросы ведущему Кружка диалектики, либо преподавателю, который непосредственно в этот момент придет занятие. Чем активны товарищи, которые подключались, пользовались. Что касается постановления, съезда, проекта постановления. В общем, я его очень поддерживаю. Особенно в плане, что всем товарищам нужно пройти обучение в Красном университете. Будем помогать всем проходить обучение. Нет перегрузок, не нужны вам помощники. Мне пока не нужны. А преподавателям они тоже не очень жалуются. Не жалуются. Не жалуются. Выруху его увеличить. Пока не жалуются. Да, расписание у нас постоянно как бы не постоянное. Общие моменты мы все соблюдаем и постараемся его как-то ближе, ближе, ближе подводить к практической деятельности. С этого года у нас новая лекция, семинар будет читаться. Организация забастовки. То есть Попов будет читать ее. Посмотрим, как пойдет. А практическое занятие? Ну, практическое занятие пока еще... Практическая работа. Постовка председателем Красного университета. Да. А когда это планируется? Это в декабре. А, расписание есть в газете. Это Красный университет, да, занятие Красного университета в декабре месяце, если я не ошибаюсь. Перед экзаменом. Ой, перед зачетом. Ну, если практику не прошли, конечно, до экзамен нельзя допускать. Давайте теорию сначала освоим, а потом приблизимся к практике. За исключением преподавателей. Нет. Всех, Кирилл Юрьевич. По многим, за исключением этого. Вы, товарищи, почитайте, пожалуйста, тогда. Ну, что записано. Все. Спасибо. 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 Спасибо.